Что вы хотите слышать? Радио Монте-Карло Пожалуйста, повторите Я хочу ACDC Хочу ACDC К сожалению, совпадений нет Сможем себе заказать кофе в пробку Или какие-нибудь там цветы жене Или еще что-нибудь Что вы хотите слушать? Да помолчи, я не хочу уже тебя слушать Так, я еду, не собираюсь тормозить перед коробкой Машина ее Друзья, всем привет Вы на канале DroneDrive Сегодня у нас достаточно редкий и очень крутой автомобиль Volvo V90 Cross Country Субтитры сделал DimaTorzok Сперва поедем прокатимся Погода, конечно, меняется Только что начали снимать, было солнце Уже, грубо говоря, лето почти А вот и опять лето А там зима идет Отъехали 5 метров Плавность хода Мне очень нравится, как плавно Есть машина, как плавно она трогается Как настроена педаль газа Педаль газа, кстати, напольная Что очень удобно в дальних поездках Нога не будет затекать Отзывчивая, кстати, приемистость хорошая Так, едем 60 км в час Даже не замечаем, что едем 60 Шумоизоляция Даже арки О, а что она начинает? А, это я пересек линию Она вибрирует в руль То есть, что я еду вот так вот По центру дороги Она эту Даже тут еле-еле видно вообще разметку Но она ее улавливает все равно И вибрирует в руль, что я съехал Со своей полосы Шумоизоляция Отличная То есть, не слышно никаких завываний ветра Не слышно шума двигателя Не слышно практически ничего Арки более-менее нормально зашумлены Но сейчас стоит зимняя резина Сейчас не самый гладкий асфальт И слышно, конечно, как колеса передают шум асфальта Едем 68 км в час Нажимаем на газ Для обгона Прием для дизеля хороший 108 Да, очень плавно Прием для дизеля хороший Тормоза очень упругие, уверенные Кстати, еще здесь на 75 тысячах Еще стоят оригинальные заводские колодки Валкость Несмотря на то, что у нас дорожный просвет 21 сантиметр И машина высокая Кстати, эта комплектация без пневмобаллонов сзади То есть, там какой-то активной стабилизации кузова у нас нету Машина не слишком валкая То есть, на руль моментально отзывается Вот я чуть-чуть рулем вращаю В отличие от Mitsubishi ASX, на котором мы ездили Помнишь, поворот ты вот так заходишь У тебя руль просто свободный ход, там пол-оборота Здесь сразу же, чуть-чуть повернул Машина сразу же на него откликается Подвеска отлично настроена, действительно Я, ребят, не пытаюсь специально хвалить эту машину Да, то есть, я действительно передаю полностью свои ощущения Вольваши мне всегда нравились Я пытал к ним симпатию И этот Вольво Кстати, XC70, наверное И вот в данном случае V90 Мне нравится очень сильно И если, понимаете, выбирать вот кроссовер Да, всем навязываю Возьми кроссовер, возьми кроссовер Переплатить тупо за повышенную легковушку Зачем это делать, когда просто можно взять Действительно универсал повышенной проходимости То есть, он не кричит о себе Я кроссовер, я могу проехать там Я могу проехать здесь Кроссоверы они нигде не могут проехать Если мы их будем сравнивать с настоящими джипами Здесь машина тебя не провоцирует вылезать на бездорожье Она тебе просто говорит, что мы можем с тобой сейчас свернуть в лес И чуть подальше проехать, чем там на переднем приводе Мы можем с собой увезти спокойно холодильник Мы можем поехать на пикник, не беря с собой палатку Мы можем спокойно спать в машине И все, тебе это дает просто высокий универсал При этом еще и рулится, который как действительно легковушка А не как кроссовер валкий, убогий То есть, я сейчас имею ввиду очень большой сегмент автомобилей И ведь кроссоверы это не до машины Здесь у вас полноценная машина Просто с возможностью проехать чуть дальше, чем на обычном переднем приводе Ого, нифига себе она испачкалась Проехали всего 5 километров от Игоры А черный цвет уже такой марки Все капли видно, вся грязь только что намыли Хотела, чтобы было все красиво Но будем снимать как есть Новый дизайн Volvo Просто вне конкуренции Здесь все идеально Все пропорции автомобиля Его размеры Его выштамповки на крыльях Форма Особенно мне нравится огромная решетка радиатора С такими бриллиантиками Ну типа вот как у Мерседеса Примерно они так же хромированы Блестят Она большая Вообще мне напоминает на самом деле Эта Volvo Китовую акулу Она в то же время агрессивна Она сбалансирована Сдержана Очень солидно смотрится на дороге Ничем вообще не уступает немецкой тройке Я не рекламирую, а честно говорю Именно свое мнение Вальваши мне всегда симпатизировали Но в новом дизайне Они мне уже честно прямо нравятся Вот эти агрессивные здесь Такие как клыки у нее Здесь вот эта нижняя губа Агрессивно Очень круто выглядит И в то же время не нарочита То есть она Тебя не настолько сильно провоцирует Как например BMW Все сдержано Ну чисто по-скандинавски Когда у тебя все в жизни хорошо Все нормально Ты уверен в себе У тебя уверенная в себе машина Силуэт Настолько пропорционален Огромный капот Он прямо чуть ли не двухметровый Большие колеса Даже не на самых больших дисках Они смотрятся здесь Очень красиво пропорционально Мне нравится наклон передней стойки Такой плавный Длинная сама стойка Перетекающая в большую-большую крышу Вообще такое ощущение Как будто машина 6 метров То есть как раньше Старые вот машины были Огромные там по 6 метров По 7 Американские Вот здесь примерно то же самое И аккуратный плавный скос Заднего окна Полностью сопровождается Большой Большим задним фонарем Если не обращать внимание На тот косяк Который мне не нравится Во многих новых машинах Это то что они делают Фальш-насадки На выхлопные трубы Ну блин Вон там маленькая Какая-то вот такая вот труба Здесь вот такая Искусственная совершенно Накладка Где просвечиваются Даже вот блин Руку просто запихал Ну почему нельзя Сделать нормально Это также касается И Мерседеса И той же там БМВ И Ауди Зачем вот эти фальш-накладки Сделать настоящие Накладки на трубы Как это делает Например Порше Это намного лучше И премиальнее Но не будем Обращать внимание На такие мелочи В целом Задняя часть машины Очень гармонична Очень приятно Мне даже Я не знаю Здесь не к чему На самом деле Приедраться Надпись Кросс-кантри Приятно дополняет Она не ярко выраженная Она там Не блестящими буквами сделана А вот именно подходишь И приятненько Здесь все написано Надпись Вольво Под которую Лада теперь косит Лада Прикольно Когда капот открываешь Такое звуковое сопровождение Трынк Типа капот открыт Обратите внимание Будьте осторожны Классно Очень удобный Сделан рычажок Здесь его в сторону Отодвигаешь Капот на газовых упорах Капот толстый Не играет Как у Камри Достаточно Хороший Толстый метал Все закрыто Пластиком Абсолютно У машины Порядка 70 тысяч пробега Все вот так вот в пыли Несмотря на то что Здесь хорошие сделанные уплотнители Все вроде бы плотно Примыкает Но как вы видите Все в песке И Самая главная фишка Теперь в новых Вольво Только один двигатель Двухлитровый Он бывает Как и дизельным Так бывает Соответственно И бензиновым В данном случае У нас дизельный двигатель 2 литра На 190 сил С модификацией Д4 По динамике В принципе Его достаточно Ну достаточно Чтобы ездить Более-менее Спокойно Как-то выходить На обгоны Конечно же Если вы хотите Погонять То можно взять Двигатель Т6 Бензиновый На 320 лошадей И он тоже Будет двухлитровый Машины Достаточно Новые С этим двигателем Максимум Им по 3 года Пробеги Есть там Ну у нас там По России То что мне попадалось Так где-то По 150 тысяч Пока все нормально Особо с двигателем Нареканий на него Пока что Нету информации Но В Финляндии Такие машины Только не кросс-кантри А обычные Универсалы Низкие Используются в такси И вот они там Уже продаются В финке С пробегами 400 и 500 тысяч Более Какой-то подробной Информации О них нету Но у знакомого Который живет в финке Я спросил Он говорит Вроде как Все надежно Бывает Подъедает масло Но никаких Капитальных У него проблем Не замечали Пока что Может быть Действительно Вольво сделали Хороший И надежный Мотор Макс Посмотри Вот здесь Здесь провода Сделаны В Украине Прямо так и написано Made in Ukraine Еще Очень интересную Информацию Вычитал Да Это универсал Повышенной проходимости Это даже не кроссовер Хотя на самом деле Кроссоверы от этого автомобиля Абсолютно ничем не отличаются Но В мануале К этой машине Написано Что она может преодолевать Брод Глубиной 30 сантиметров Вот чтобы вы понимали Я взял вот такую Маленькую Рулеточку Метровую И мы отмеряем 30 сантиметров Это вот стока Фиксируем Вот Всего лишь 30 сантиметров То есть получается Мы можем преодолеть Брод По бампер Я бы это назвал Преодоление лужи А не брода Брод мне кажется Вот хотя бы досюда А досюда у нас уже 60 сантиметров Ну 30 сантиметров Это конечно же Даже меньше чем Пол колеса У этого автомобиля Как всегда Ключик Чтобы попасть В салон Вот такой ключ Я его когда первый раз Взял в руки Я просто на самом деле Обалдел Очень приятно Кожаный Здесь такие Элегантные Такие действительно Прям мужские Уверенные Большие кнопки На которые так и хочется На самом деле Понажимать Кнопка открытия багажника Ну и соответственно Открыть и закрыть двери Но Есть все равно косяк Вот если бы он был полностью Вот эта блестящая Хромированная окантовка Металлической Проблем бы не было Как мы видим Этот ключ Облезает По краям Потому что это просто Серебреный пластик И все Вот это конечно Чуть-чуть Ну не продумано Причем значок Сохранился в отличном состоянии Ну а так С виду Прям вообще Очень красиво Мы находимся В салоне Новый Вольво В90 Здесь присутствует Полный минимализм Стиль Хай-тек Минимум Кнопок Мы насчитали Кнопок За исключением Кнопок на руле А они здесь Именно настоящие По всей машине Здесь 23 кнопки Всего лишь В отличии от Там Порше Где весь центральный Тоннель Усеян кнопками Все на кнопках Здесь Все сформировано Именно на дисплее Примерно Как у Теслы И конечно Для Вольво Это относительно Странное решение Потому что Вольво В основном Берут люди Более старшие Взрослые И для них Немного непривычно Когда у тебя Все управляется С планшетом То есть Та же температура Ты настраиваешь Ее здесь Но Я не хочу Кстати К нему придираться Потому что Он настроен И работает Действительно Очень хорошо И приятно Молодым людям Здесь будет достаточно Просто разобраться И вот этот фирменный Значок Вольво Да Вот обдувы Где мы включаем Какие Вот здесь Мы прибавляем мощность Убавляем Климат контроль Работает бесшумно Вообще Просто идеально Здесь соответственно Мы управляем Подогревом Зеркал И стекол Кнопочка Как на айпаде Чтобы вернуться В главное меню Навигация не активирована Ее здесь нету Это все активируется За доплату Телефон Соответственно Можно подключить Расход топлива Сейчас машина заведена Мы стоим на холостых 1.4 Средний расход топлива Он пишет 7.2 Ну соответственно В городе Где-то у вас будет Наверное Порядка Там 9-10 литров Для 190 сильного Дизельного Мотора Ну в принципе Ладно Нормально Бак у нас 60 литров Пробег у нас Общий 75 километров Вот Здесь мы В принципе 75 тысяч Километров Да Предпочтения Какие-то Масштаб Графика Но это все Как бы не так интересно Кому надо будет Ковыряться в нем Более подробно Ребят Напишите пожалуйста В комментариях Как вам больше нравится Управлять автомобилем Полностью через дисплей Или все-таки Через физические кнопки Это полная комплектация Но Она не активирована Потому что За активацию Каждой Подобные игрушки Электрические Надо везде платить Вот То есть получается У нас такой современный Автомобильный Смартфон Скачал новое приложение Заплатил за него У тебя активировалась Эта функция Не заплатил Не активировалась Оригинально сделана Кнопочка Старт-стоп Это даже не кнопочка Это Именно Такой регулятор То есть Чтобы завести машину Поворачиваем вправо И чтобы заглушить ее Тоже поворачиваем Вправо Кстати Очень красивый Ребристый Ну действительно солидно То есть вот теперь Вальваж Уже спокойно Тягается С большой Немецкой тройкой Если раньше Там Вольво Это было ближе Как бы к Субару Если мы там смотрели Да там Субару Аутбек И Вольво XC70 Вот Так же у нас была Ауди Аллрод То Вольво Было ближе к Субару Теперь Уже вот По качеству По дизайну По тому Как все сделано Собрано Насколько все сбито Все точно Красиво Это уже ближе К немецкой тройке Ну и цена Конечно же Тоже приблизилась Уже к немецкой тройке Приборный щиток Тоже стал Электронным Конечно В простых комплектациях Можно заказать И аналоговые приборы Но выполнено хорошо Даже в солнечную погоду Ничего не бликует Зеркало Безрамочное Сделано Настолько Элитно Вот прямо Настолько аккуратно Его приятно Трогать Регулировать Вообще шикарно Его В него все видно И здесь Огромный такой блок Управления Функцией City Safety В которой заложена И активная Безопасность И соответственно Датчик дождя Датчик света И регулировка Автоматическая фара То есть когда нам едет Навстречу автомобиль Она автоматически От него Уводит дальний свет И подсвечивает Больше обочину Кстати попробуем Нажать кнопочку On call Это у нас Консьерж Сервис Вольво Но к сожалению С девятнадцатого года Он не работает Поэтому что-то себе Там заказать Или просто подарить Через них Цветы Жене Или любовнице Не получится Так Теперь проверим Глонас Работает или нет Звони Для запуска Удерживайте В течении двух секунд Смотри Наши координаты Радер-система Аэроклона Слушаю вас Да Здравствуйте А подскажите Пожалуйста Я вот купил машину Хочу уточнить Есть ли у вас данные О моей машине Да Все данные Присутствуют А Можете там Мне подсказать Где я нахожусь Лингваскоп Из деревни Альховка Да Правильно А машина у меня Какая у вас Зафиксирована А мы можем с вами Сверить Правильно ли Что у меня Вольво В90 Кросскантри Хорошо Спасибо большое Включи навигацию Поиск Ниузыки И радиопрограмм Выберите Из списка Радио Европа Плюс Пожалуйста Повторите Радио Европа Плюс К сожалению Совпадений нет Назовите номер строки Или скажите Вверх Вниз или нет В списке Для уточнения Назовите категорию Радио Монте-Карло Ну И Радио Монте-Карло Первая строка Радио Монте-Карло Может там построчно забиться Нет Нет Я не помню Какая у меня строка забита Я хочу именно Монте-Карло Поиск Ниузыки И радиопрограмм Да Поиск Ниузыки Что вы хотите Слышать Радио Монте-Карло Пожалуйста Повторите Я хочу ACDC Хочу ACDC К сожалению Совпадений нет Можете произнести Например Название станции Частоту Или название Исполнителя Или композиции Хотелось бы Обратить внимание Что здесь Была попытка Разбить стекло У этой машины Чтобы Что-то оттуда Взять То есть Как это было Видно с камер Видеонаблюдения Подошел какой-то мужик В капюшоне Что-то вытащил То есть Может быть Фомку Может быть Какой-то вот Молоток Да Судя по этим Видно как будто Молоток И знаете Из автобусов Есть такой Чтобы разбить стекло Два мощных удара Нанес по стеклу Но стекло не разбилось То есть Да Оно пошло паутиной Да Есть вот такие Две большие вмятины Но стекло Осталось Полностью целое Машины Вольво Настолько безопасны Что недавно Тут в Питере Была ситуация Когда парнишка От несчастной любви Выкинулся в окно Там с 12 Или с какого-то 14 этажа Но К несчастью для него И к счастью для Российской статистики Посмертности Стояла внизу Вольво XC90 Он упал На капот Вольво С 14 этажа И выжил Ну как поговариваю Что потом он Конечно в больнице Умер Непонятно как бы От чего Но может быть И остался жив Но главное Что после падения На Вольво Он остался жив Открываем дверь Сажусь сам за собой Мой рост Метр девяносто три Кресло переднее Настроено под меня У меня даже так Место для ног Больше Где бы то вообще Ну столько не видел Дофига А когда здесь едет Человек ростом Например Метр шестьдесят Метр семьдесят Здесь просто Можно вот Вытянуться Полностью И по ходу дела Я нашел Подходящую машину Для Макса Давай Максон Садись сюда Так Давай Максон Так Макс садится За мной Мой рост Метр девяносто три У Макса Два ноль пять И сто сорок килограмм Ну нормально Конечно Мне Повыше хотелось бы Крышу Повыше А так в принципе Голова помещается Под крышей Голова помещается Еще вот столько Остается Ага Отлично Ну нормально Мне конечно Не очень много места Но Жить можно Так коленки А ну ты уже уперся Но в принципе Да Не сильно Большой багажник Девятьсот тринадцать литров Объем Багажника С поднятыми спинками Сидений Если мы опустим Сидение То у нас получится Тысяча пятьсот двадцать литров Это в принципе Как и в XC70 Было Есть в более максимальных Комплектациях Кнопочки Где кресла Будут опускаться С кнопочек Но в нашем случае Они опускаются Вручную Сейчас мы их опустим И я попробую Сюда поместиться Так Ну поскольку машина Для отдыха И путешествий Я укладываю сюда Ооо Ничего себе Я полностью могу Вытянуться И спокойненько Здесь спать Берем подушечки Оп Оп Все Вот так подушки Положил И спокойненько Здесь можно Улечься Спать Металлические петли Настоящий Толстый Хороший металл Что-то ими Можно зафиксировать Закрепить там За сидение В сидениях Есть лючок Для длинномеров Поднимаем крышку Она на пневмоупорах Очень удобно Хорошо Камри сейчас завидует Что есть вот такая Оказывается Толстая Хорошая полка А не какой-то Коврик Из вторсырья Поднимаем Вот эту Штуку Тоже сделано Нормально Ничего не гремит Достаточно Качественно Ну и здесь У нас Докаточка И инструмент Надо сделать гонку Выяснить Кто быстрее Вольво В90 Или Пежо 408 Шансы примерно Равны Здесь 1300 кг На 150 лошадей Вольво Это почти Две тонны На 190 Дизельных лошадей Посмотрим Что из этого Получится Стартуем На счет Три Раз Два Три Так Давай Давай Ну в принципе Как я и говорил Шансы равны Там Почти Две тонны 190 лошадей Здесь Тонна 300 На 150 Лошадей Оба двигателя Турбированные Шансы абсолютно равны Машины одинаково едут Раз Два Ребят Это была Вольво В90 Кросс Кантри Действительно Отличный Автомобиль Для наших Дорог Автомобиль Очень приятный Сбалансированный Мне действительно Понравился Пишите ваше мнение В комментариях Что вы думаете По поводу Этой машины Скажите пожалуйста Еще Нравится ли вам Формат Наших видео Может быть Стоило бы Что-то улучшить Что-то по-другому Снимать Может быть Какие-то новые Фишки придумать И в любом случае Спасибо вам огромное За просмотры За лайки Пишите комментарии До новых встреч Пока-пока Друзья Совсем забыли проверить Здесь же У этой машины Есть очень интересная Функция City Safety То есть Она Тормозит Перед препятствиями Если сам водитель Этого не делает Система распознает Препятствия Видит что водитель Не собирается Останавливаться И должна остановить Машину сама Действует Именно на этой машине Эта функция До 30 км в час Теперь с помощью коробок Мы это испытаем Так Коробка у нас Играет роль Ребенка Я еду Медленно по двору 10 км в час 13 А если бы это был Ребенок Что тогда? some Едемок Тремя Ребенок Тремя Ребенок